Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, слушая и читая Святое Евангелие, в котором описываются страсти Христовы, мы, читая состраждем Христу, страдающему ради спасения рода человеческого, Евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Христов, рисует нам картину, как бы в купе собравшейся вокруг Христа подлости человеческой. Тех людей, которые толпами ходили за Ним, которые были свидетелями, когда Он пять тысяч пятью хлеба насытил, которые были свидетелями, как Он исцелял хромых, парализованных, слепорожденных, глухих, были свидетелями, как Он воскрешал сына вдовы Наинской, были свидетели и слышатели от явных свидетелей, как Он воскресил Лазаря четверодневного за несколько дней до событий своих страданий. Весь Иерусалим полнился этими слухами. И вокруг, братья и сестры, мы видим, что несмотря на все это, вокруг Христа стоит толпа, которая жаждет Его распятия. «Это предательство, оно не сиюминутно тоже возникло. Предательство – холодное блюдо. Это Петр, понимающий естества, своей эмоциональности, своей, мог на троекратное вопрошение три раза сказать, я не знаю человека сего, а потом пойти и плакать горько. Нет. Здесь заранее людей готовили к предательству. Распускали слухи, что Он бесов изгоняет силой бесовскую, что этот человек не от Бога. Старались искушать Его, будучи порабощенным царством под Римской империей. Говорили, стоит ли давать подать кесарю или не стоит. Если не стоит, то тогда бы обвинили в государственной измене Римской империи. Если сказал бы стоит, тогда бы, сказали, Он предатель народа иудейского, который под рабством и гнетом находится Рима. И так всегда подсылали к Нему, искушая Его. И даже исцеление сами воспринимались часто с ропотом. И любовь Его воспринималась таковым чувством, что когда жена грешница омывала Ему ноги, они говорили, был бы пророк великий, знал бы, какая жена грешница Ему прикасается. Или когда Он исцелял скорченных, имеющих сухую руку, то говорили, не может этот человек быть от Бога, потому что субботу нарушает, субботу, день покоя. И так постепенно какие-то сомнения, так постоянно яд определенными порциями вливался в сердца простого народа, который привык слышать фарисеев, богословов того времени, который привык слушать своих архиереев, который привык слушать сильных мира сего князей, Понтия Пилата, в том числе и Ирода, четверовластника. И это предательство готовилось задолго, и не знали, как же совершить это предательство, пока сам Иуда, один из двенадцати учеников, не пришел к ним и не попросил тридцать сребреников, цену самого убогого, слабого, престарелого раба. За эту цену он согласился предать им. Да и само предательство было настолько низким, настолько листивым, что он сказал, кого я буду целовать в саду, то есть того, хватайте, имите. И как есть в службе страстного четвертка слова «Уне тебе, бяше Иуда!» Лучше бы ты не родился матерью. Ты же был в учениках Христовых и целованием своим предаешь настрадание учителя своего и Господа. Что ты, Иуда, предавая Христа, подаешь ему нож, медом намазанный, радуйся, рови, и облабызай его. И Господь ему кротко отвечает, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? А до этого называют его друже. И вот смотришь, братья и сестры, настрадание Христово, как его оклеветали до этого, как клевета тут восприяла силу перед лицом Пилата, когда вся толпа кричала перед ним «Распни его! Распни!» И водили перед этим на судище к Каиафе, и тот лицемерно раздирал одежды свои, выражая свое возмущение. И к Ироду, когда водили, который думал, что Христос какое-то чудо ему покажет, потому что много слышал о нем и с радостью принял. Но Христос не дал ему никакого ответа и чудо не сотворил. Поэтому глумились и смеялись, забили в кандалы ему ноги и терновым венцом венчали, и одеяли в багряные одежды смеха ради «Радуйся царю!» и поклонялись ему, при этом закрывающие его лице били его по щекам и говорили «Но если ты такой всеведец, то скажи, кто тебя ударил?» И смеялись над ним. И поклонски преклоняли колено, «Радуйся царю» иудейский глаголе. Мы видим, братья и сестры, как били его римским кнутом. Недаром названо римским кнутом. Это кнут особый был для истязания. У него были вшиты или камни, или он с крючьями был, и каждый удар вырывал куски плоти. И до сих пор стоит в Иерусалиме колонна бичевания, которой, привязав Христа, бичевали этим кнутом, и паломники говорили, что когда, прикладываясь к той колонне, то слышны удары плети. И вот, братья и сестры, избитого, немощного от ран и язвы выводят Христа Пилат к народу и показывают на него, как бы, ну вот, смотрите, ничего тут особого нет, говорит, все человек избитый, униженный, ничего могущий перед моей властью сотворить, еще ему, говорит, ты ли не знаешь, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. Ты или царь иудейский, или другие натягло голит, обвиняя тебя. Ты и речи, я сказал Христос, и не имаше власти надо мною, никакой я же власти не имаше. И вот, братья и сестры, Христа ведут на распятие. Изможденный, избитый, потерявший силы уже и от многих кровей истекших, и от издевательств, на него возлагают ношу нести тяжкий крест. Несколько раз падает Господь под тяжестью креста, так что задевают идущего с поля Симона, Киринейска, отца Александрова и Руфова, даже так подробно указанно евангелистами о нем, крестьянина простого задевают, чтобы тот взял крест и понес. И Симон Киринейский нес крест, а Христос следовал за ним. И вот привели на место, нарицаемое Голгофу, лобное место, место казни, за воротами города Иерусалима. И вот на этой горе Голгофе прибивают и ноги, и руки ко Кресту и поднимают его. И табличку написали, написанную по-гречески, римски, иудейски, Иисус Христос, царь иудейский. Даже этой табличке, такой ее политической неоднозначности боялись фарисеи, говорили Пилату, не пиши, что царь иудейский, а что он сам себя называл, царем иудейским. И Пилат отмахнулся и от них сказал, что написал, то написал. И они кричали перед этими крики, их возмогли, распни его, распни, когда Пилат хотел выбор перед ними поставить, разбойника вораву, который убийство совершил, или Христа, праведника. Они выбрали разбойника себе, потому что одного узника надо было отпускать на Пасху, был такой обычай, но выбрали разбойника. И распятый Христос страждет на кресте, облитый кровью, а вокруг стоит толпа, которая смеется, глумится над ним. разоряя тремидеями церковь и созидая ее, сойди со креста, уверен, что Сын Божий, иных спасал себя, не может спасти. И всякие другие насмешки творили выкрики из толпы. при кресте же стояла мать Иисусова. Ни слезы матери, ни ее горе, а то, что она стояла и присутствовала при страданиях своего Сына, сердца людские не трогала. И в этом тоже низость и подлость. Материнского страдания сердечно они тоже не пожалели. Своим насмешливым жестокосердием добились таки своего. Но Христос не забыл матери своей, преклонившей к ней главу, и обращаясь к ней, указывая на Иоанна Богослова, сказал, мать, и ся сын твой. А ему сказал, а ся мать твоя. И взял Иоанн Богослов ее к себе. После распятия. И уже до самого ее славного успения совершал попечение от Царицы Небесной. Да это и неудивительно, ведь он вырос при ней. Иоанн Богослов был сын Зеведеев. Зеведей же был зять Иосифа Обручника, 80-летнего старца. Иоанн Богослов был внуком Иосифу Обручнику. И он вырос с детства рядом с Божьей Матерью и со Христом, которые пребывали в доме Иосифа Обручника до его смерти. И вот Господь висит на кресте, страдая. Из уст Его немного слов произносится в этот момент. Но эти слова такие, что заставляются дрогнуться сердца и души человеческие. К толпе он обращается. Господи, взирая на эту смеющуюся, безумствующую толпу, говорит к Богу и Отцу Своему, Господи, прости им. Не ведает Бог, что творят. К разбойнику, раскаявшемуся, он обращается со словами «Ныне со Мною будешь и в раи». И, оставляя ему грехи, его с собою берет в рай. Еще несколько слов произнесены Христом. Эти слова жажду. Не о жажде воды, говорил Господь. Он с любовью пришел в этот мир, совершил столько исцелений, что евангелисты пишут, что если бы все записать, то не хватило бы во всем мире пишемых книг, чтобы вместить каждую отдельную историю о чудесах исцеления и помощи Его людям. И Господь всю Свою любовь истощивший народ человеческий, воскрешавший мертвых, исцелявших больных, зрение возвращавших слепым, Он любовь Свою истощил еще и в том, что почему в Гефсиманском саду Его пот был, как капли крови, страшное напряжение. Бог, принявший на Себя плод человеческую и все немощи этой плоти с Собою, кроме греха, Господь говорит жажду, потому что Он жаждал ответной любви от рода человеческого. Ведь не просто было это Его братья и сестры страдание на молитве в Гефсиманском саду, когда Он плотью человеческую, зная, что Он будет страдать. Он говорил, что отч, а еще возможно, да мимо Меня иди чаша сия, но, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. В момент молитвы в саду Гефсиманском говорят святые отцы, на Христа были возложены грехи всего мира. И разбойников, и императоров, и рабовладельцев, и людей-язычников, всех-всех людей, которые живут в этом мире, на тот момент от каждого были отъяты грехи и все были возложены на Него. И поэтому молитва Ему в Гефсиманском саду была в таком напряжении, что пот его был, как капли крови. Медицина говорит, что когда человек находится в страшном напряжении, и давление повышается настолько, что лопаются подкожные кровяные сосуды, то пот у такого человека выходит смешанный с кровью. И кровавый пот, молиться до кровавого пота, это как раз Христос тяжесть грехов всего мира на себя в этот момент принял. И от тяжести этой наверное братья и сестры он настолько изнемогал, что когда на кресте он жажда сказал, он сказал, что жажду любви взаимной, ответной. Я же всю любовь на вас истощил. Каждый из вас грехов освободил, чтобы вы не были лукавому в погибель уведены, а чтобы вы были Божьими опять, как было когда-то у Адама в раю с Богом. Восстановилось богообщение человека с Богом, вот ради чего. И поскольку все грехи на его были возложены, то были даже грехи, возложенные на него людей, отвергающих Бога, не верующих Бога. потому что он восклицает слово «Боже, Боже, мавскую мя оставил еси». Вот эта богооставленность безбожников, он тоже ее испытал. И, наконец, братья и сестры, Господь, преклонив главу, после этих слов «Боже, Боже, мавскую мя оставил еси», преклонив главу, предает дух. Святые отцы говорят, что человек сначала умирает, а потом безжизненно его глава падает. Здесь же Господь Сам преклонил главу, соизволяя и умереть за род человеческий до последнего, оставаясь здесь, в этом мире, в любви к роду человеческому и терпит смерть за весь мир. Поскольку мир был повинен греху, а значит, страданиям и смерти, весь мир повинен был быть уничтоженным, но Господь отъял это уничтожение от мира и смерть от мира отъял, потому что взял на себя вину мира, грехи мира и сам за него умирает. И вот братья и сестры, мы видим сотника, который прободает его копием и исходит из ребря его кровь и вода. Мы видим воинов, которые разделяют его хитон, разделиша ризы его себе. Хитон был цельный по преданию его Божьей Матери сткало для сына своего. И они, чтобы не разделять его на части, не швенный, цельный хитон, бросили жребий, кому достанется. За сотни лет Давид Псалмопевец в пророчестве этом сказал, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребия. А Давидовой одежде никто не металл жребия. И ризы его не разделяли. Он пророчески говорил о страданиях Христовых. И вот, взирая на страдания и сострадая Христу, братья и сестры, мы в сегодняшние постные дни, когда сугубо эти страдания воспоминаются, вся церковь не просто взирает на страдания Христовы, но состраждет Ему и страдает вместе со Христом. Как на Христа клеветали, так разве вы не слышали, братья и сестры, клеветы на церковь? Я еще с детства, еще в советский период помню, как на церковь клеветали и говорили Бога нет, а то все поповские басни и все попы американские шпионы, что только не слышалось тогда на церковь. Я вспоминаю свою бабушку, которая пошла в Страстную Пятницу на вынос в Плащанице, а рядом в церковно-приходском доме устроили клуб, и пьяная молодежь ворвалась на богослужение Страстной Пятницы и устроила крик и свист в церкви и смех. И бабушка говорит, что мы одни старушки стояли в приходском храме и только одна выступившая вперед сказала зачинщику главному, а ты зачем сюда пришел? Я мать твою знаю и сегодня же твоя мать будет знать, что ты творил в церкви Божией. И взявши его за патлы, нагнувши до земли, она вытолкала его из храма, а за ним вышли все. И тогда плащаницу не выносили, бабушка говорила, вокруг церкви не обносили. Так, внутри храма по над стеной обнесли, боялись выходить с крестным ходом из плащаницы. Я помню, как милиция не пускала матерей с детьми и молодежь в храм. Но в то же время, братья и сестры, я помню, как в Троице Сергиево Лавры на Пасху съезжалась активно по-комсомольски настроенная молодежь и становясь в плотно забитом храме, ведь не так много их было храмов, монастырей по пальцам пересчитать. И вот множество народа и молодежь втискиваясь толпу, раскачивала толпу и начинали петь «Катюшу». Это было в 70-е, 80-е годы, недавно. На моей памяти детской взрывали пещерный храм Девногорского монастыря, а храм в маяках в селе, здесь рядом, взорвали в 1988 году, в год тысячелетия крещения Руси. И за это проголосовали все депутаты Славянского Совета тогда. Только одна не проголосовала Эмма Дмитриевна Яблачинская, еврейка. Но она одна сказала, вы что, с ума посходили? Год тысячелетия крещения Руси, а вы храм взрываете. И ее выгнали за это. Клевета на церковь это не только, что она недавно началась. Я вам просто привожу эти примеры, что и до этого было. И нам старшему поколению неудивительно это, когда тайком крестили детей, а за то, что ходил в церковь на Пасху, вывешивали на стен газете в школе, и всячески не только за это. Даже у кого были пальцы у детей от яиц покрашенных в краске, то вызывали к доске, выстраивали и позорили, что вот они в руки брали пасхальные яйца. Такое было. Почему я говорю, что церковь сострадает Христу? Да потому, что церковь, как Христос, сказал, вы тело мое. То есть мы все составляем тело Христово. И причащаясь на литургии тела и крови Христовых здесь, у нас в храме, где-то за рубежом, на других континентах, в Америке, в Австралии, в Японии, мы все причащаемся одного и того же тела и крови Христовых и составляем мистическое тело Божие. Поэтому мы и состраждим Христу, и терпим то, что терпел и Христос. Вот мы слышали клеветы, и когда простой народ старались которые говорят да по телевизору не скажут неправды по телевизору правду говорят и старались в умы наши ненависть к церкви нашей святой православной канонической внушить какие-то недобрые мысли да и архипастерей наших обзывали всякими словами когда никто такого себе и по отношению к соседу не позволит какой бы он ни был мы братья и сестры видим сегодня как и понтий пилат говорил что ты мне не отвечаешь ведь я власть имею распять тебя и отпустить тебя и нашим так пастырем говорят перейди в пци и все будете жить в лавре и будете служить на своих приходах и мы восторогать не будем так же точно братья и сестры я смотрю сейчас с Киево-Печерской лаврой что происходит сколько в лавру ехало не только паломников ехало на экскурсию ехало даже простых туристов полюбоваться этой красотой которую сотворили наши благочестивые предки с преподобными Киево-Печерскими эту красоту Киево-Печерской лавры в которой почивает более 150 неталенными мощами угодников Божиих я уже не говорю сколько людей там первый раз в жизни поисповедовалось сколько людей там первый раз в жизни причастилось кто-то крестил своих детей кто-то получил исцеление в наши дни даже и не только в Киево-Печерской лавре но и в Почаевской и Святогорской и в других монастырях куда народ притекал с молитвою к Богу и получал ответ на свои молитвы и чудные и дивные исцеления онкологические заболевания проходили люди немые начинали разговаривать это же было это братья и сестры для каждого из нас это не секрет что чудеса в нашей церкви и мы к ним даже привыкли как привыкли к водосвятию когда воду освящают она стоит и не портится все это как Христос когда-то совершал народу все благодеяния и сегодня как бы все забыто все благодеяния которые люди получали в церкви а сколько пастыри сказали слов радости родителям которые крестили свои младенца как бы разделяясь с ними радость о крещении младенческом сколько братья и сестры добрых напутственных слов сказали молодым семьям при венчании сколько утешительных слов сказали пастыри нашей церкви провожая в последний путь наших отцов и матерей и напутству их христовыми тайнами ведь это же братья и сестры каждый из нас в своей жизни хоть как-то но соприкасался с церковью святой с ее любовью как когда-то люди соприкасались с любовью христовую и тут как будто они не знали никогда этого как те люди вопели распни распни так и эти или просто со стороны наблюдают что же дальше будет как будет с нашей церковью раздели шаризы мои себе и у нас отбирают ризы и жребий метают кому что достанется как те войны отбирая храмы у нас посягая на обители наши но я смотрел братья и сестры когда сотни народу стоят и молитвы поют христос воскресе божьей матери молятся и тут же приехали включили музыку на всю катушку перед воротами лавры киево-печерской и затеяли танцы посреди этих танцующих стояла жиночка одна преподаватель воскресной школы с крестом в руках и молилась поднявши очи к Богу они вокруг нее плясали они не постеснялись прийти на этот шабаш в майках на которой было написано в открытую кому они поклоняются демонические надписи они выкрикивали всякие нецензурные слова в сторону людей которые стояли и пели молитвы и после этого возникает вопрос это этим людям лавра нужна как вокруг Христа воины смеялись ругались так и вокруг той женщины с крестом в руках вчера плясали и смеялись над ней она в их глазах была ненормальная неадекватная потому что они плясала вместе с ними в лице владыки Павла которого вызвали на суд вызвали на суд всех нас с вами и судили его с утра и потом сказали что на понедельник перенесем и когда владыка уехал в больницу потому что поднялось давление сахар его вызвали из больницы на вечернее заседание суда и до двух часов ночи продержали не напоминает вам ничего с евангельской историей а когда владыке Павлу как Христу когда-то одевали в темнице колодки так ему браслет одели что он не может никуда перемещаться и объявили ему домашний арест без разрешения посещать Киево-Печерскую лавру ведь братья и сестры я же знаю владыку Павла мы с ним по 30 лет наместники в своих обителях разве мы не видели да и вы тоже многие видели и знаете братья и сестры сколько приезжало народу к нам не только верующих не только на праздники тысячи народа были в храмах которые молились Божьей Матери преподобному Иоанну Затворнику преподобным Киево-Печерским ведь приезжали и представители всех поместных православных церквей приезжали представители с других государств обязательно посещали Киево-Печерскую лавру если уж Святогорскую посещали то Киево-Печерскую и президенты и министры и депутаты Верховной Рады и главы посольств различных государств и владыка Павел всех принимал как и мы принимали и пускай кто-то скажет из них что их плохо принимали в Святогорской лавре и также в Киево-Печерской и многих принимали водили экскурсии рассказывали об истории нашей обители о наших подвижниках благочестия мы рассказывая все это и делясь этим радовались потому что братья и сестры радостно было и водить по нашим горам святым и по тем же Киево-Печерским и по пещерам и по храмам радостно было водить людей потому что ведь все было в развалинах а это было нашими руками с любовью восстановлено и мы этой любовью к этой обители делились с другими так что еще и еще раз хотелось приехать и в Лавру Святогорскую и в Лавру Киево-Печерскую и в Лавру Почаевскую и вдруг перед воротами Киево-Печерской Лавры Лавры матерная брань угрозы обвинения клеветнические всякие музыка пляски это перед теми воротами куда моя бабушка тысячу километров прошедший пешком пройдя входила вместе с моей прабабушкой это перед теми воротами перед которыми земные поклоны ложили кланяясь иконей Божьей Матери над святыми вратами и Бог утроится славимому перед этими воротами мы слышим такое непотребство что никогда бы наши деды и прадеды такого не позволили мы братья и сестры являлись православными христианами явили ли мы когда-то неуважение к другому какому-то сооружению религиозному разве мы когда-то явили свое какое-то будучи верующими православными христианами какое-то отношение враждебное к мечети или к иудейской синагоге или мы стояли там с какими-то клеветническими с матерными словами возле молитвенных домов баптистов пятидесятников до такого у православных не заведено да у нормальных людей такого не заведено это просто у безумевших людей это уже нормой жизнь является молодость прошла в атеистическое время когда религиозность особо не похвалялась любая религиозность даже чтение журнала наука и религия в котором что хотя бы что-то из истории церкви можно было прочитать книг не было не было источника прочитать какого-то жития святых или чего-либо читая журнала наука и религия выписывала оттуда цитаты евангельские себе в записную книжку какие-то абзацы из житий святых которые в атеистической литературе но все-таки писали мне неинтересно было что там пишут атеисты мне интересно вот эти крупицы были боговдохновенной мудрости святой церкви взять оттуда и я вспоминаю как мне в армии сказал один смотри я смотрю что это ты наука и религия журнал часто читаешь смотри чтобы верующим не стал и вот братья и сестры я вспоминаю просто случай который произошел со мною когда я служил в армии в безбожное время в советское 86-й год и за это я же говорю не хвалили но когда я уходил в армию бабушка моя которая стала для меня первой учительницей в деле православия и христианства когда меня провожали в армию то выйдя за ворота своего двора бабушка сняла с себя крестик одела на меня заплакала и сказала детина мы с тобой на этом свете больше не побачимся мы побачимся только в вечности это сказала она весной провожая меня в армию а в октябре месяце она скончалась особо не болевшей сказавшей что она будет сегодняшний день умирать и тот крестик я носил как после смерти бабушки которую я очень пережил так потому что это первый мой духовник был в жизни по сути и этот крестик нельзя было носить на себе нельзя было носить на себе и крестик я носил в кармане и вот в армии надо было проходить флюорографию тогда приезжала особая машина и нас выстраивали всех в очередь мы снимали гимнастерки свои майки ложили их на траву рядом в машину заходили снимали рентгеновским аппаратом флюорографийном и выходя мы опять одевались и строем конечно уходили уже куда там соответственно по дневному распорядку и вот вечером я всегда читал молитву да воскреснет Бог и доставал бабушкин крестик из кармана и целовал его это было мне и памятью о бабушке я вспомнил как ее старческие руки ее заплаканные глаза когда она провожая в армию сняла с себя этот крестик и делала на меня и вот вечером я как всегда потихонечку доставая этот крестик я вдруг не нашел его оказывается когда я раздевался перед машиной этой видно где-то он в траве потерялся выпал из кармана для меня это было настолько скорбно и настолько что такая память такая-то бабушкин тетельный крестик это ее благословение по сути вдруг я его потерял для меня это было очень большой как бы сказать скорбь такая что я побежал на то место я весь газон буквально всю траву перепробовал но я не нашел и три дня я не мог найти себе место ну как я потерял бабушкино благословение и вот прошло три дня и у нас был такой из Кавказа служил сам мусульманин Мусиев он был очень неразговорчивый молчаливый так старался уединяться сам как-то был очевидно был человек религиозный в своем плане был мусульманин и вот прошло три дня и он подошел ко мне потихоньку и так глядя мне в глаза сказал я три дня присматривался и думал чье это мне кажется это ты потерял крестик и раскрывает руку а на его ладони лежит крестик с гайтанчиком обкрученным вокруг него как я в кармане носил крестик благословения моей бабушки по сегодняшний день он на мне этот крестик он со мною но мне его отдал мусульманин и три дня он присматривался чей же это может быть и только потом сказал мне кажется это твой вот такое уважение было братья и сестры друг к другу уважение к религиозному чувству друг друга и вдруг здесь те которые себя называют христианами те которые говорят что они православные и они себе позволяют такое по отношению и к лавре Киево-Печерской и к архиерею Божьему Владыке Павлу да еще и хвалятся что мы всех так захватим мы все позабираем но это мы уже слышали это уже было в истории что весь мир разрушим а затем свой новый мир построим но не построили потому что без Бога невозможно построить ничего без Бога только разрушения могут быть без Бога только все рушится и в душе человеческой и в обществе человеческом и внешнее все будь то храмы святыни наши оно тоже если без Бога без жизни оно тоже все рушится и мы свидетели были этому запустению разрушению и нашей обители и Киево-Печерской и мы с вами восстанавливали эти святые обители и сейчас время братья и сестры нам осознавая через призму страданий Христовых страдания нашей Церкви понимать что оно не бессмысленно через эти страдания Церковь очищается и за этими страданиями последует Пасха воскресение Христово который воскреснет в каждой страдающей душе в каждом оклеветанном человеке в каждом обиженном кто бы человеке кто бы он ни был простая бабушка на приходе которую оттолкнули захваты охраны или мужчина которому ломом пальцы отрывали отрывали когда срывали замки с Церкви все это братья и сестры превратиться для нас в пасхальную радость но как страшно быть на месте тех кто творит это помните после распятия Христова когда Христа распяли и когда он на кресте на очах у всех испустил дух там написано все расходившиеся с позора сего били себя в груди апостол Петр раскаялся за отречение и плакал горько всю жизнь и Иуда осознал свой грех осознал но не раскаялся он обвинил других пришел в храме 30 сребреников бросил под ноги архиереем сказавши согрешил я предав кровь неповинную осознание греха было как факта но раскаяния в нем не было он других винил во всем этом и предательство и эмоциональное проявление малодушиства это разные вещи предательство готовится заранее предательство рассчитывается оно расчетливо предательство оно связано с рассудительностью и человек заранее готовится к нему оно делается не без разума не на эмоциях а думая что делает человек знает недаром говорят предавший один раз предает всю жизнь это не эмоциональное малодушие когда мы где-то что-то по-человечески яко человек страха ради иудейска как тогда апостолы разбежались все от Христа нам братья сегодня и сестры надо быть со Христом нам надо быть с Божьей Матерью и тогда вы знаете что мы услышим с вами каждый из нас услышит слова Христа обращенные к своей Матери жена все сын твой и каждый из нас станет дочерью и сыном Божьей Матери если мы будем как Иоанн Богослов держаться церкви святой а значит Бога и Христа то мы услышим как Иоанн Богослов все Мати Твоя и мы в лице Иоанна Богослова на всегдашний день на всегдашнее время получим покров Царицы Небесной молитвы над своими головами и она нас будет смотреть как на своих детей мы будем братья и сестры сродники Христу ведь Божья Матерь Христа имела Сыном и Богом и Христос усыновил ей Иоанна Богослова и в лице Иоанна Богослова усыновил Божьей Матери всех нас а значит нас заделал своими братьями и сестрами ведь не даром мы так и обращаемся друг к другу в церкви братья и сестры мы все едины и по Адаму мы все едины и во Христе и дай Боже вот это единство хранить так как хранили наши благочестивые предки те которые дали нам искру жизни те которые дали нам понятие жизни духовной и стремление встать на путь вечности и пойти к Богу каждый из нас перешагнувший порог этого храма братья и сестры перешагивает порог и становится на путь который ведет Царство Небесное а Царство Небесное это значит вечное бытие с Богом каждый из нас идет ведь ради нас же Христос и распялся ради нас и страдал ради нас и воскрес и мы все это братья и сестры должны понимать и держаться Церкви Святой мы не Церковь спасаем Церковь спасает нас нам только держаться надо матери нашей Церкви и дай Боже нам понимание этого братья и сестры как важно сегодня быть человеком Церкви Христовой потому что именно ей единственной дано обетование от Бога созижду Церковь мою и врата Адова не одолеют ей аз есмь с вами вовсе дни до скончания века приидите благословение Отца Моего наследуйте Царство уготованное вам от сложения мира и заключил Господь словами Аминь то есть истина и мы братья и сестры должны понимать насколько сегодня важно не безразличие насколько мы читали Евангелие читали Акафис читали канон сострадали Христу но мы должны сострадать своею волею держась Его Святой Церкви сострадая в ней вместе с Ним по этим признакам сегодняшних страданий Церкви когда всячески раздаются возгласы на нее братья и сестры как важно быть со Христом вместе потому что на весах стоит божественного правосудия ничто иное или жизнь наша вечная или погибель для нас для наших детей и наших внуков потому что сегодня решается судьба Святой Церкви в нашем Отечестве и участие в этом сострадании Церкви в хранении верности Богу и Церкви сегодня братья и сестры ответственны каждый из нас все мы братья и сестры должны понять что мы Божьи любимы Богом и ответной своей любовью ответить на слова Христовы жажду как Он жаждал любви от нас вот мы должны ее Христу явить в своем сопереживании в молитвах в добрых словах в доброй жизни нашей в благих наших стремлениях в покаянии в покаянии в восприятии и слышании голоса совести своей вспомнить чему учили нас наши мамы и бабушки ведь никто же из них не учил нас ненависти злобе вражде человек рождается в мир чтобы приобрести себе друзей а не врагов и нам дай Боже этой любовью как Христос в свое время любовью своей многих миллионы людей спас для бытия вечного нескончаемого бытия Царства Небесного дай Боже чтобы в числе этих спасенных были и каждый из вас об этом были и будут молитвы Церкви предсоздателями ее любящим Богом Аминь Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители А чтобы совершенно ничего не пропустить установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала нажав на колокольчик под этим видео Следите за новостями Святоуспенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях Субтитры